Меня положили в больницу на сохранение. У меня начались схватки. Сейчас 32 недели, 5 дней. Делаю сейчас вот такое. Хватницу. Чтобы остановить схватки. Такие вот дела. Меня перевели в палату. Я в палате одна. Только что отпредила мужа. У нас уже полтретьего ночи. С детишками осталась и кровь. Нужно дать ей тоже отдохнуть. Я еще завтра на работу. Так что муж поехал к детям. Завтра отправит их в садик. Немножко за них переживаю. Хотя, когда свекровь рядом, от детих не нужно беспокоиться. У нас уже утро. Мне удалось поспать всего 3 часа. Я проснулась, потому что жутко голодная. Жду сейчас завтра. Вчера я так и не поужинала. В 8 вечера я забрала детишек из садика. Мы пришли домой. И где-то в 8.30 у меня начались схватки. Я сначала думала, что это тренировочные схватки. Так как они у меня начались как раз на 32 недели. И беспокоят меня обычно вечером, ночью. И я на них не обращала внимания. Занималась домашними делами. И скупала и Эля. И где-то через 2 часа после начала я заметила, что периодичность между этими схватками начала уменьшаться. То есть сначала они у меня были в периодичности 35-40 минут. Потом уже 30 минут. Я решила все-таки поехать в больницу на всякий случай. Муж у меня еще был на работе. Я ему позвонила, предупредила его. Вызвала такси. И мы поехали в ближайшую больницу университетскую. Она находится в 15 минутах езды от дома. Это намного ближе, чем в больнице, в которой я сейчас нахожусь. В больнице, в которой я сейчас нахожусь, это больница, где я веду беременность. Но мы сейчас проверим. Скажут, что у меня тренировочные схватки. Я отпустят домой. Что все нормально. В итоге я провела в той больнице. Приехала я туда где-то во сколько? Ну, где-то 10-30. Полтора часа я просто прождала в очереди. Я понимала, что живот у меня болит. Периодичность уменьшается. Вот этот промежуток между схватками. Боль нарастает. Я спрашиваю, ну когда же там? Мне сказали, ждите свою очередь. Я с двумя детьми. Одному 5 лет, другому полтора года. Естественно, малыш маленький. Он уже хочет спать. Начал капризничать. Бегает по всей больнице. А я со своими схватками еще бегаю за ним. Так мы провели полтора часа. Потом я сказала, что все, я ухожу. Позвонила я в свою больницу. Мне сказали, что я могу приехать. Муж у меня к тому моменту уже ехал за нами. Мы по дороге отвезли детишек к свекрови. И поехали в больницу. Сюда мы приехали. Сразу меня подключили к аппарату КТГ. Начали слушать сердцебение. И смотреть на схватки. Сделали УЗИ. Увидели на УЗИ, что шейка матки укорочена. А это обычно бывает уже когда беременность доношенная. Либо непосредственно в самих родах. И принято решение меня было госпитализировать. Я, конечно, расстроилась. Но лучше уж так, чем родить раньше времени. Мне вот до сих пор делают капельницу, которая останавливает схватки. Она мне, кстати, помогла вчера. Боль у меня прошла. Периодически так побаливает живот. Откаменеет. Но это тонус. Меня будут здесь держать еще не знаю даже сколько. Вчера меня осматривал дежурный врач. Сегодня я уже встречусь со своим врачом, который ведет мою беременность. И у меня от капельницы руки трясутся. Так что камера тоже может немножко трястись. Я уже и так и сяк ее. Вчера у меня взяли анализы. Сделали мне ЭКГ. КТГ мне сделали дважды, чтобы отслеживать сердцебиение, схватки. УЗИ сделали. Сказали, когда уже перевели в палату, что вот там тревожная кнопочка. Я могу в любой момент на нее нажать, если там воды отойдут. Или же схватки снова начнутся. Я в палате, как я уже говорила, одна. Здесь у меня кроватка детская. Подушка для кормления. Я увидела, такая, думаю, ой, как мило. Потом подумала, нет, еще рано. Еще слишком рано рожать. Не хочу рожать на 32 неделе. Хотя сегодня уже 32 недели и 6 дней. Завтра будет 33 недели. Не знаю, конечно, сколько меня дети будут держать. Надеюсь, что недолго. Я уже соскучилась по своим детям. Не знаю, как они там будут без меня справляться. Нужно уже будет звонить сейчас мужу, чтобы он собирал детей в садик. За ними автобус приезжает к 9 утра прямо к нашему дому. Ему нужно просто рюкзаки детям собрать. Дать им с собой перекус и отправить их в садик. Ну, посадить на автобус. Благо рядом свекровь, так что я не особо переживаю. Сегодня буду в режиме ожидания. Ожидание врача, ожидание, что он мне скажет. Ожидание мужа, чтобы он принес мои вещи. Вчера я успела захватить с собой одну щетку, пасту, диетические какие-то средства. И, в принципе, все. Ни полотенца, вообще ничего с собой не взяла. Потому что торопилась. Если что, буду держать вас в курсе. Мне принесли завтрак. У меня трясутся руки. Давайте посмотрим, что мне принесли. Так, тут у меня миа-кук, суп из отраслей, который едят сироженицы. Рис. А здесь что у нас? Осьминог. Ну, а здесь пончаны. Вот такой вот у меня завтрак. Кимчи. Проростки. Сои. И белый мук. Это такое желе. Я его не ем. Приятного мне аппетита. Мне кажется, после этого я все равно останусь голодная. Потому что... Вот это я не ем. Суп я тоже... Меня в кухне очень люблю. Ну, поем рис с пончанами. Ну, поем рисунок. 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 После завтрака мне прямо в палату поднесли аппарат к ДГ. Дали такую штуку, чтобы я нажимала на кнопку, когда болит живот. Так я пролежу где-то час, наверное, в прошлый раз. Вот ночью мне целый час делали КТК, мониторили схватки. Ах, нужно продержаться. Слишком тяжело лежать неподвижно на спине. Спина просто отваливается. Пока я спала, принесли обед, разбудили меня, сказали, чтобы я поела. И посмотрите, здесь уже нет миокуга, суп из водорослей. Также принесли рыбу в кляре. Это, скорее всего, тыквенная каша, рис, как обычно, ну и пончаны, и вот салатик. Выглядит очень аппетитно, аромат просто потрясающий. Мне только что заменили капельницы на новый пакет. Влили в меня уже литр, и сейчас уже идет второй литр. Живот у меня болит, но болит не так, как вчера. Вчера прям были жесткие такие схватки. Сегодня так поболит, перестанет, поболит, перестанет без определенной периодичности. Малыш очень активный, двигается. Так что я не волнуюсь. Тем более я под наблюдением врачей. Мне скоро снова будут делать КТГ. Так что я держусь. Покажу вам свою палату. И раз я в уборной, начну, пожалуй, с нее. Здесь у меня стоит такой вот шкаф зеркальный. Внутри мои вещи лежат. Я уже разложилась. А здесь фен. Умный унитаз. Дырка в полу для слива воды. И вот тушь. Далее. Здесь у нас вход. Шкаф для обуви. Шкаф для одежды. У меня там то, в чем я вчера приехала в больницу. Также мне дали сменную пижаму, больничную. Здесь холодильник. Холодильник пустой, потому что мне еще ничего не привезли. Телевизор. Большой, кстати. Есть Wi-Fi роутер. Здесь вот очиститель воздуха стоит. И кроватка для малыша. Эта плата вообще предназначена для рожениц. И здесь получается кроватка. Подушка для кормления. А вот эта вот классная штука. Эта подушка для того, чтобы на ней сидеть. Специальная дырка. И после родов это вообще самый кайф. Далее. Вид из окна у меня на дорогу. Но вообще не слышно машин. Хорошая шумоизоляция. И также на крышу, где выращивают растения. Утром там был дядечка с большой собакой. Поливал растения. Моя кровать. Регулируется высота как этой части, так и этой. Столик, прикроватный телефон. Могу в любое время позвонить. Кого-нибудь вызвать. И в случае чего-то чрезвычайного могу нажать кнопку тревоги. И ко мне придут. И вот кушетка для сопровождающего. Муж вчера уехал к детям. Поэтому ей никто не пользовался. Вот такая вот у меня палата. Ну и так как палата у меня одноместная. Стоимость пребывания в день составляет 150 тысяч вон. Это около 10 тысяч рублей. И это еще без медицинского лечения, которое мне предоставляют. За него нужно будет еще платить дополнительно. Дополнительно, не знаю, сколько выйдет счет больничный. Но думаю, все деньги, которые мы откладывали на отпуск с детьми. Как раз хотели в июне поехать на море. Я уже выбрала классный отель. Буквально это сделала вчера. Но наши планы от меня. Сейчас куда-либо ехать опасно. Роды могут начаться в любой момент. И нужно себя беречь. Уберечь этого малыша. Мне тут снова я слушаю сердцебиение малыша. И принесли ужин. В полпятого вечера. Ну вот я сейчас поел. А что потом? По-любому к восьми вечера я снова захочу кушать. А что потом? Ну, вечером мне муж что-нибудь привезет. Мне нужно будет написать ему список того, что мне нужно. Вот что принесли. Суп из лука. Мясо с овощами. Это, кажется, капуста с соусом. Из пончанов маринованная редька. Это кабачок с луком. И, как обычно, рис. У нас уже стемнело. Я уже переделала все, что можно сделать. Находясь лежа в кровати. Несколько серий стреляла, посмотрела. Видео записывала для вас, монтировала. Также, что я делала еще. Она поговорила с родными. С мамой, с бабушкой. Они очень переживают за меня. Сказали, что будут молиться. Ну, в общем, я жду. Дождусь выписки. Очень соскучилась по детям. Не знаю, сколько я здесь еще пробуду. Морча своего сегодня не встретила. У него сегодня был выходной. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.